Эфир телеканала Белоруссия Турегомель продолжается. Я приветствую всех, кто собрался в этот ранний час у экранов телевизоров. Как всегда, новый день с вами встречает программа «Утренний фреш» и я, ее ведущий, Павел Михно. В этом выпуске я расскажу о некоторых актуальных культурных событиях областного центра, а также познакомлюсь с другой полезной информацией. Не переключайтесь. Как всегда, для начала коротко о погоде на территории Гомельской области. Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 29 градусов, ветер слабый и неустойчивый. Начнем сегодняшний выпуск с информации об экспозициях, которые будут интересны прежде всего любителям и ценителям фотографии. Гомельчане еще могут успеть познакомиться с творчеством фотографа Олега Белоусова. Выставка под названием «Само совершенство» продолжает работу в Музее истории города Гомеля. Она посвящена женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Торопитесь, выставка закроется уже в конце этой недели. В картинной галерее Гаврила Ващенко можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский много путешествует. И результаты своих поездок фотограф представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Увидеть его работы можно до конца августа. Посетителям музея истории печати и фотографий Гомельчан открывают Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор – фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке, и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции этой страны. Успеть погрузиться в атмосферу современной Молдовы можно до 29 августа. В Беларуси продолжается акция «За что я люблю родную землю». В ее рамках каждый желающий может представить сочинение, стихотворение, рассказ или что-то другое на белорусском языке. В своей работе нужно рассказать о главных достижениях в развитии своей малой родины. Работы принимаются до 23 августа. Награждение победителей состоится во время недели художественного слова, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября, а также в рамках Дня белорусской письменности. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Смотрите на нашем телеканале «По будням». Сегодня вечером зрители телеканала «Беларусь-4 Гомель» ждет программа «Добрый вечер, Гомель». В первом выпуске в рамках нового сезона речь пойдет о теме, которая интересует абсолютно всех дачников перед началом осени. С гостями в студии ведущая Наталья Волынец поговорит о летних заготовках. Включайте наш телеканал, как всегда, в 20.25. Не упустите хорошую возможность, приятно и, главное, полезно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. Одна из компаний Китая выпустила первый в мире девайс с ультратонким прозрачным экраном. Во включенном состоянии стеклянная панель телевизора выглядит парящей в воздухе. Поддерживать такое непривычное ощущение помогает дисплей на основе органических светодиодов. Он способен передавать более миллиарда оттенков с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. Наверняка стать обладателями новинки захотят многие. Однако приобрести такой телевизор нового поколения пока можно только в Поднебесной. Многокилометровые пробки в вечерний час пик явление нередкое, особенно в мегаполисах. И это время каждый проводит как может. Один мужчина, например, проявил смекалку и помог семьям с маленькими детьми сделать так, чтобы малыши за несколько часов безделья не разнесли автомобили и нервные системы родителей в клочья. Когда мужчина понял, что все застряли в пробке надолго, он достал проектор и подключил кино, а экраном импровизированного кинотеатра стал прицеп фуры. В итоге дети даже не заметили, как прошло два часа, а к просмотру фильма присоединились и другие водители. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Светлана Белова расскажет о том, как нотариус поможет договориться о вопросе воспитания детей. Не переключайтесь. Ну, как мы все знаем, не лишним будет напомнить, что детки нуждаются в заботе и внимании как со стороны мамы, так и со стороны папы. И, соответственно, значит, тот родитель, который проживает отдельно от детей, он имеет право общаться с детками, но при этом он обязан их содержать, принимать участие в их воспитании. Тот родитель, с которым дети проживают, соответственно, не имеет права препятствовать другому родителю в общении его с детьми. То есть 1 июля родители, которые никогда не были в браке, либо брак которых расторгнут, имеют право заключить соглашение о детях. В данном соглашении можно решить все вопросы воспитания, проживания, содержания деток. Можно определить размер алиментов, выплачиваемых на детей. Можно определить порядок выезда детей из Республики Беларусь. Можно определить порядок проживания детей, порядок общения с ребенком, отдельно проживающего родителя. Ну, для сравнения, до 1 июля такой возможности не было. То есть такая возможность была только у супругов при расторжении брака, соответственно, либо признание его недействительным, и только такое соглашение мог удостоверить суд. Поэтому, конечно, те лица, которые брак уже расторгли, либо которые никогда не были супругами, такой возможности не имели. Поэтому это новшество в законодательстве. И, соответственно, сейчас по этому вопросу можно обратиться к нотариусу. Хотелось бы обратить внимание, что этот договор, это соглашение носит личный характер, поэтому оформить его по доверенности нельзя. Для этого нужно будет обязательное присутствие обоих родителей лично. Хотелось бы обратить внимание телезрителей наших на то, что мирное решение вопросов. К этому всегда нужно стремиться. Поэтому очень целесообразно вопросы в отношении детей решать путем соглашения. То есть это разумно, это правильно. Ну и, соответственно, в этом вопросе сейчас вправе помочь нотариус. Также хочу обратить внимание на то, что сейчас имеется возможность, скажем так, заключения нескольких соглашений, в которых могут быть урегулированы вопросы о детях. То есть это брачный договор, соответственно, это соглашение об уплате алиментов. И причем не только на несовершеннолетних детей, но и на нетрудоспособных совершеннолетних. А также соглашение о детях. Причем соглашение о детях можно заключить только в том случае, если до этого родители не обратились в суд и не решили эти вопросы в судебном решении, либо в уже заключенном ими брачном договоре, либо соглашение об уплате алиментов. Поэтому никогда не стоит торопиться обращаться в суд. Всегда нужно пытаться договориться и прийти к нотариусу, чтобы он помог в решении данных вопросов. Как провести остаток лета с пользой своими идеями на этот счет, с нами поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Сергей, я являюсь организатором проекта «Рух дворовых гульняв». И мы в летний период организуем летние фестивали по различным уличным видам спорта. Это прежде всего уличный футбол, это стритбол, это воркаут, это алтимат фрисби. Сейчас у нас проходят по понедельникам и вторникам летние футбольные фестивали, где могут принять участие ребята до 14 лет в понедельник и вторник 15 лет и старше. Любой возраст, любой пол. И у нас по четвергам у нас проходят воркаут-баттлы, по пятницам проходят летний также кубок по алтимат фрисби и суббота у нас проходит турнир по стритболу. Поэтому можно добавляться к нам в группу ВКонтакте, в нашу, там все правила, там все возможности участия. И просто приходите, присоединяйтесь, будем играть, будет здорово. Как всегда, новый день с вами встречали утренний фреш и я, его ведущий Павел Михно. Желаю вам улыбок окружающих вас людей и только хорошего настроения. Не переключайтесь, с нами интересно. Субтитры подогнал «Симон»